Всем привет! Сегодня переходим ко второму уроку в управляющих конструкциях. Цикл while. Цикл while пока. Тут все очень просто. Ключевое слово while пока. Далее идет какое-то условие. Do значит делай. Делай какие-то команды. Здесь прекращай делать. Ну что такое цикл? Цикл это такая петля. Петля будет бесконечно повторять сама себя. Повторять, повторять, повторять. Пока вот это условие истина. Ну смотрите. Если мы поставим сюда константу, значит всегда истина. Запустим. Посмотрим как у нас работает эта программа. Ой, ой. Это бесконечный цикл получился. Видите? Печатает мы внутри цикла бесконечно. И так пока я не остановил мою программу, она бы и печатала бесконечно. Так, ну давайте, если мы поставим сюда ложь, что-нибудь произойдет. Запускаем. Нет. Я смотрю, сразу видим конец. Наш цикл даже не выполнялся ни разу. Не заходил внутрь себя. Ну, бесконечные циклы в виде true, они часто используются. Внутри такого цикла мы можем использовать, правда, в самом конце этого цикла, например, такую команду break. Видите? Хоть и бесконечный цикл у нас был, но вот эта вот команда break, она его разорвала. Разорвала петлю и выбросила нас на следующую строчку после цикла. Этот break обычно просто так не используют, его ставят внутрь какого-нибудь условия, if. Например, if. Так. Ну, смотрите, вот у нас есть переменная counter. If counter равен нулю. Я-то знаю, что он уже равен нулю. Ладно. Что у нас произойдет? Произошло все то же самое. Так. Если counter больше 5, то останови. Так. А здесь давайте печатать counter. Так. Нет. Цикл бесконечный. Что я забыл? Я забыл увеличивать эту переменную на единичку. Ну, ладно. Давайте сделаем. Counter равно. Counter переводится как счетчик. Счетчик присвоит счетчик плюс 1. Значит, когда мы первый раз выполним эту строчку, в counter будет уже единица. Запускаем. Отлично. Все отлично. Counter больше 5. Видите? Шестерочка. Да. Все. Команда break разорвала эту петлю. И мы уже оказались за циклом. Но зачем мы используем этот counter и break? Если мы можем это условие поставить сюда. Убираем всякие if. Ну, counter мы, конечно, оставляем увеличение. Запускаем. Ага. Неправильно. Пока мы должны поменять условие на обратное. Пока counter меньше или равен 5, выполняй. Посмотрим. Все отлично. Тоже сработало до 6. Понятно, почему до 6? Но если непонятно, посмотрите урок еще раз. Все. Вот такой коротенький урок по управляющей конструкции while. Отличный цикл. Всем рекомендую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok